Здарова всем, ребят, с вами Хилл Хёртс, и мы продолжаем играть в Эндорол. Так, чуть-чуть подзабыл, что надо сделать. Исследуйте... Ага. Люблю в воспоминаниях людей находиться. Ух, это так волнительно. Видно, с тобой нужно поговорить. Не. Так, тогда нам нужно что-то найти. Нам нужно найти какой-то текст, по-моему. Ну, вряд ли на пустой бумаге что-то будет. Давайте попробуем с девушкой поговорить. Погладить лоб Лильяньи. Вы чувствуете сильную связь, касаясь лба девушки. Она спит, но у неё прерывистое дыхание. Так, это я понял. У меня почему-то мышка влево не хочет двигаться. У типа как надо. А, подождите, у меня же ключ я нашёл. Свиток с глифами. Это он? Вот он, мне нужно запомнить глифы. Исследуйте воспоминания, берите, с этого мы сделали. Так, запоминаем, запоминаем, запомнили. Собирайся и забирай парика. Мы уезжаем. Ну, разве это не хороший выбор момента? Я подумал и решил, что не допущу, чтобы мой единственный брат умер как дезертир. Мы поедем в город с первыми лучами солнца и поможем защитой. Этого не будет, я тебе сказал. Зура и я заберём Лильяну и убежим на север. Пойдёшь ты с нами или нет, но ты не встанешь на нашем пути. Точка. Точка. Благодарю Всевышнего за то, что мы остаёмся семьёй, Парик. Просто поблагодарить. Ты... Это кто его убил? Кто-то говорит, убить, убить их всех. О, во имя солнца, сделай что-нибудь. Парик, задержи их. А чё произошло? Так, избавьтесь от солдат. Алло, сынки. А шо вы такие злые? Иди сюда, дядя. Раз на раз. Ну-ка, давай. А можно его убить сегодня, а? Так, ясно. А можно мишку позвать? Мишаня, настало время разобраться с негодяями. Тут на нашу семью нападают. Вот этого убить. Застань, лёд, негодяй. Иди сюда, Мишаня, ты такой мощный. Просто убийца. Где третий, алло? Думаешь, ты сможешь спрятаться? Как бы не так. Бэкстап, бэкстап. Просто бегаю его, как жёсткий. На. Всё, победили. О, дядя. Короче, я негодую. О, дядя, дядя, дядя. Так, наконец-то какое-то веселье. Это кто такой? Ещё кто-то пришёл. Да сколько их? Я так понимаю, мы сейчас переживаем то, что уже было когда-то давно. Довольно интересная концепция. И знаете, если, ай-яй-яй, учитывать рамки Скайрима, ну, в частности этого мода, то довольно неплохо реализованная. Так, по-моему, мы это отъезжаем. Алло, ребята. А можно в десятером? А может мне нужно отъехать? Сейчас, если я убью этих восьмерых и придут ещё, то по-любому нужно отъехать. Ну, потому что, алло, камон. Вообще, одному против восьмерых невозможно выставить в реальной жизни, как бы, мне кажется. Ну, хотя, если у вас есть домашний Миша, то, я думаю, всё вполне возможно. Мишаня, я пойду лучника убью. Где-то здесь он, не вижу его. Мансим, Мансим. Дядя, твоя конечная. Так, один остался. Но я его почему-то не вижу. И сейчас таинственная стрела прилетает. Всё, Мишаня, Мишаня зарешал. Сколько же их? Так, осталось ноль врагов. Не, ну, по-любому, мне кажется, нужно проиграть. Давайте, убивайте меня. У меня такое предчувствие. Вот. У нас тут раз... А звук такой, как будто я проиграл, честно говоря. Неужели реально нужно было всех убить? Ладно, ясно. Очень интересно. Ну, вроде бы зарезали последнего бандита из тех двенадцати. Надеюсь, что сейчас они закончатся. Да, вроде автосейф прошёл. Значит, чё-то произошло. Хорошо. Дальше чё? Какой-то мужчина, ты кто? Ой-ой-ой, а он нас мог видеть. Ты в самом деле думаешь, что можешь остановить их? На каждого убитого тобой придёт дюжина новых. Нет, пожалуйста. Я не хочу этого, никто не хочет этого. Пожалуйста, просто отпустите нас. У меня есть дочь, я... Я всегда знал то, что магия не очень. Ну, вроде бы мы запомнились. Глифы, глефы. Глифы. И теперь можем возвращаться в это странное здание. Ну, а пока мы ещё не загрузились, так что... Ну, бывает, ребята. Я надеюсь, ничего не залагало? Хотя, по-моему, залагало, потому что я слышу звук... Ага, не, нормально. Итак, я надеюсь, тебе хорошо спалось? По-моему, нас спалили. Я такой с факелом в руках спал, да? Так, прислуга. Что? Где я? Ну, а как ты думаешь, я принёс тебя сюда после того, как кое-кто вломился в моё святилище и отправился в своё маленькое путешествие в мир мёртвых? Прошу, не смотри на меня так. Я знал почему-то здесь с самого начала, к сожалению. Вы знали о нашем плане, и я не понимаю. Нет, ты не понимаешь, потому что не смеешь спрашивать. Необычная ситуация, не так ли? Внезапно ты, сбежавший беспризорник, становишься спасением человечества. И вдруг, вот так, взявшись из ниоткуда, ты можешь совершать подвиги, которые требуют десятилетий для других. И больше того, ты один из посланников, ты можешь слышать эхо будущего. Но всё ещё ты задаёшь себе вопрос, почему? Вы знаете ответы, мне кажется? Твоя правда, я знаю. Но если меня чему и научило время, то это тому, что есть вещи, которые каждый должен осознать сам. Ведь нельзя заставить людей понять, это никогда не работало и не сработает. Откуда вы всё знаете, кто вы на самом деле? Кто я? Хм... Когда-то я мог дать впечатляющий ответ на этот вопрос, но сейчас я не могу сказать тебе ничего. Что тебе бы помогло? Давай скажем так, что я наблюдатель. Бесплотный глаз, если угодно. В эту эпоху ты можешь знать меня также под именем Старца. Согласно легендам, легендам Старца сотни лет. Вы не похожи. Да, я уверен, что тебя это раздражает. Но безвременный... Не я на такое... Не такое уж большое достижение. Ты тоже скоро это выяснишь. Оставьте эту пророческую фигню кому-нибудь другому и говорите нормально. Хм... Прошу, избавь меня от угроз. У тебя есть сила, но далеко не такая великая, как тебе кажется. Но, к сожалению, в дальнейшем нашем разговоре нет никакого смысла. У тебя есть то, зачем ты здесь. Остальное зависит от тебя. Хотя я сомневаюсь, что есть какая-то разница. Что это должно означать? Что мы не можем остановить цикл? Очищение? Может, ты сможешь. Время покажет. Теперь извини. Братан, я же не все у тебя полутал. Ну ты шо? Ну кто так делает? Алло. А где наш парень? В смысле, напарник? Так, нас выкинули. А где Джаспера? Джаспера. Алло, найдите Джаспера. 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 Что? Что за зверь это курлыкает? Есть инфа? А шо это у нас там такое сбоку? Какой-то алтарь пурпурный. Что это? Цветок Мальфаса. Граши и денежки. Ну это подношение нехорошо, брат. Но я забрал, простите. Так, магические символы. Еее, красиво. А далеко его откинуло? Нет, вроде бы рядышком. Сейчас сохранимся. Что-то очень темно. Давайте магический свет призовем. Ну типа, что бы нет. Вжух. Опа, нормально. Так, мужчина, вы где? Сейчас я там что-то увидел вдалеке. Своим очень острым взором. Сейчас подбегу. А, это просто могила, ясно. Я думал, что-нибудь поинтереснее. Ну, ну даже неплохо, ладно. Ну, в смысле, типа, не показалось. Вот почему неплохо. Так, это мы уже видели? Здесь у нас никаких шепчущих, разговаривающих колодцев нет. Это большое дерево можжевельника. Окей. Так, мужчина, вы тут что делаете? Ты, но какого черта тут произошло? Где поместье? Трудно объяснить. Что ж, какое-то объяснение лучше, чем ничего. Типа, он поместье телепортировал, серьезно? Вы хотите сказать, он настолько могущественный? Ага, звучит странно, если не сказать больше. После того, его спуска в шахту, кто-то закрыл дверь в кабинет, и я не мог открыть ее, как не пытался. Ну, это понятно. Нас там ждали. Ну, а спустя несколько часов я обнаружил себя в грязи. Как бы то ни было, эти глифы, нарисованные на бумаге, предвещают мне только хорошее, по крайней мере, официально. А хочется только... Погоди, видишь это? Что именно? Я вижу и слышу страшные звуки. Хмм. Это что, шкатулка? Но откуда доносится этот звук? Это слово мертвеца. Вот это? Но старец оставил это нарочно для нас? Фух, может я отороплюсь в своей выдуме, но кажется, этот парень знал намного больше, чем мы с самого начала. Наверное, стоит взять эту шкатулку с собой. Пойдем обратно в арк и доложим великому магистеру. У меня есть с собой свиток, что скажешь? Звучит неплохо, погнали. Тогда пойдем. Жуткая шкатулка, не хочу брать ее с собой. Джесперу, зачем нам она нужна? А, мы полетим, вау. Совместная телепортация? Я как я это люблю. Так, а меня тоже телепортнет? Или я должен своими ногами? Ага, все нормально. Я думал, скрипты поломались. Но вроде бы нет. И еще, если правильно помню, там какой-то у меня не до конца завершенный квест есть. Нужно бы его по-хорошему выполнить. Вот мы пришли, советую войти внутрь и рассказать великому магистеру, что случилось и отдать ему шкатулку. А я пойду заберу свою плату и отправлюсь в таверну. Так, ну погнали, Арантиалю, доложимся. Уважаемый Арантиаль, у нас для вас донесения. Что-то уже какая серия подряд? Тупо диалоги, 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 диалоги. Я уже читать устал. Я за все лето, когда в школе каникулы были, столько не читал. Так, вроде бы я иду верно. А почему нельзя было напрямую пойти в его здание? Почему обязательно нужно через лишнее здание проходить? Уважаемая игра. Я, конечно, все понимаю, но этого я немножко не понимаю. Зачем мне лишний раз? Ну ладно. Сейвимся. Здорово, дядя. Прорицатель, все прошло успешно? Да, но все пошло немного не так, как планировалось. Расскажи мне. Я ему рассказываю за кружечкой Эля. Будем надеяться. Ага, так значит, ему уже было известно о цикле. Тревожные новости, но в то же время интересные. А также он оставил слово мертвеца для нас по собственной воле. Да, может быть он пытается нам помочь, он не враг нам, поскольку в противном случае он бы не оставил тебя в живых. И все же он рассказал гораздо меньше, чем ему было известно. Готов поспорить, что рожденные светом тоже знают о старце куда больше, чем они решили поделиться с нами. Это объясняет, почему Мольфус приказал ордену его не беспокоить. Но его личность мы обсудим в следующий раз. Главное, тебе удалось отыскать потерянные глифы. А теперь у нас есть еще реликвия. Кто знает, как она может пригодиться в будущем? Отнеси и то, и другое к Верховному Магисту, чтобы мы могли активировать Сигельский Камень. Да и еще, как перейцы в твоем воспоминании называли ответственных за очищение. Высшие? Да, должно быть это их мы видели в том видении. Хорошо, в таком случае теперь у нашего врага есть имя. Возвращайся, как только переговоришь с тем мужчиной. Произошли еще кое-какие тревожные события. Ага, мы снова становимся посыльным. Угу. Угу. А что еще за квест я недавно взял? А, вот эту штуку точно вспомнил. Ну, давайте, раз уж мы здесь, чтобы далеко не ходить, выполним все свои обязательства в плане посыльного. Вот, а потом уже отправимся на немножко, как это называется, сайт-квесты. Так, а что это такое? А, это точка телепорта, я думаю, что это за душа. Но нет, показалось, бывает. Так, хранитель, я просто спросить. Интересно, что нам вот этот мужчина скажет. Так, он у нас где? Он у нас сверху или снизу? Он у нас сверху. Даже на третьем этаже. Ой-ой-ой. Так, ребята, че у вас тут? Седьмое пекло, ты звучишь как недоделанный поэт. Это должно быть магией? Энтропия – опасная школа, миссир. Одно неверное слово, и камень может загореться. Вот так же интереснее. Ну, если будешь продолжать в том же духе, то, возможно, так произойдет. Ты прямо как агнец, когда колдуешь. Тебе не хватает остроты. Давай я. Остроты? Магия требует благоразумия, а не остроты. Она подобна нездоровой лягушке. Если ты... Прорицатель, ты вернулся. Хвала Солнцу, работать с этими имбецилами даже сложнее, чем обучить Леора математики. Проныра уже рассказал мне о твоем успехе. Отличная работа. Спасибо, братан, ты тоже не промах. Так, а че дальше? Неловкая пауза? Ребята? Ага, поговорить с тобой. Нет, занят. А что должно произойти? Парни, ну... Ага, глиф у тебя? Да, вот они, но старец. Да-да-да, просто покажи мне уже, наконец. Очень интересно, че написано, покажи. Ага. Отойди, сейчас я покажу, как это нужно делать. Ух ты, ну давайте подальше встанем. Но не настолько далеко. Так. Джарем, добра, нубис. Лакарем, тарис, данила. Шарак, лишам, ра. Ух, какое страшное заклинание. Бах! Так, и че произошло? О, праведный путь, ты чувствуешь это? Я полон силы. Да, это впечатляет, действительно впечатляет. А это осколки? Это явно не твои подштайники, правда? Согласно перейским хроникам, эти осколки защищают от красного безумия, до тех пор, пока сигильский камень остается активированным. Прорицатель, ты тот, кто первый нашел недостающие глифы, поэтому ты идешь первым. Давай, коснись одного из осколков. Ну, давайте. Осколки сигильского камня. Поехали. Бздынь. Добавлено в книгу знаний. Я коснулся. Ну, как ты себя чувствуешь? По-другому все как будто прояснилось. Замечательно, тогда остается надеяться, что этот сигильский камень себя оправдает. Надеемся. Мальчишка, беги и доложи к интенданту, что в ночное время все стражи и каждый из нас будет носить по осколку. Мальчишка? Пошел прочь. Миссир, я правда не думаю, что... Сделай, как он сказал, Лиджам. Фу-фу-фу-фу. Так ты точно не заведешь друзей себе? Совсем. Если бы я искал друзей, то точно не здесь. И вновь, отличная работа. Старик Орантиаль попросил передать тебе это. На покупку более качественного насторежения. Че, пару тысяч? Пятьсот, нормально. А теперь возвращайся к нему, произошли кое-какие тревожные события. Шо это такое? Ага, ну давайте я не знаю, ага. Сил, давайте побольше, чтобы бегать. Ух, как этот, как бегун. Бздынь. Так, ладно, погнали теперь к Орантиалю. Прочитаем. Ничего интересного. Могли бы мне уже каких-нибудь доспехов дать. Как же я технично их всех обошел. Видели, видели? Так, я заблудился. Так, 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 ниже, ниже надо. Так, 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 не думал, когда-нибудь скажу. Да, 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 вы мне все благодарны, ребята, я все понимаю. А почему у меня квест, кстати, не отобразился? Есть инфа? Так, уважаемая загрузочка. Угу, так. Фрагменты. Какие-то странные звуки. Почему так фпс стали просаживаться? В чем проблема этой игры? Точно запись идет нормально? Ну да, а в чем тогда такие лаги? Очень странно. Очень. Так, ладно. Где тут у вас главный? И я снова готов к разговорам. Все как я люблю по столам. Так, здорово. Это всего лишь предчувствие. Это был Сигельский камень? Да, фрагменты будут распределены между хранителями сегодня вечером. Очень хорошо со света, чем и Сигельским камнем, у нас теперь есть и меч, и щит против этих высших. И это перспективно. Это больше того, на что я мог надеяться. Однако, есть и плохие новости. Я созвал тайное совещание нерюмских магов, и оно пройдет в течение дня. Возвращайся позже и используй это время для отдыха. Угу. А вы не могли бы мне, уважаемый, антракт... О, наконец-то трехквестовое... Точнее, ну, короче, задание, которое требует третьей сложности. Так вот, не могли бы вы мне, уважаемые, выделить комнатку, пожалуйста? Мне, честно говоря, немножко надоело каждый раз ходить в таверну и спать там, потому что это, ну, неудобно. Ну, согласитесь, я думаю, все со мной согласны будут. А тем не менее, нам нужно где-то поспать. Ладно, давайте тогда я посплю. Мы немножко разберемся с нашим инвентарем. И, наверное, займемся прокачкой, потому что без прокачки вариантов у меня не очень много. Я вроде бы немножко разобрался со всякими заклинаниями, сделал себе теперь средний портфель. И давайте теперь квест сделаем. Какой-то вкус знати или что-то вкус кислоты. Месть кисла. Отлично, я все передумал. Ну, ладно, давайте займемся этим. Так, мне, пожалуйста, в квартал знати. Сейчас мало ли, что-нибудь интересненькое найдем. Всякое бывает. Единственное, я со скилами не разобрался, но я это еще сделаю. Перед тем, как нам будут какие-нибудь бои предстоять. Было бы очень неловко застрять в этом месте. Сколько людей, вы гляньте. Так, ученик кузнеца, нам, пожалуйста, в толстый Леоран. Ну и название. Она придумывает своих названий, да? Так, ребята, пока никто не видит, у меня в погреб, в подвал, так понимаю, правильно? Как же он поет. Так, где у вас лесенка, ребята? Мне в туалет. В дамскую комнату, пожалуйста. Очень нужно. Так, никто нас не видит. Опа, открываем двери. Так, мастер взлома в деле. Нервы на пределе. Успех. Тупо стелс. Закроем, чтобы никто не видел. Ну, раз уж я здесь, то давайте посмотрим, что тут можно наворвать. Вино не очень интересно. Никого нет, да? Опа, сырок, смотрите. Сейчас мы и десина берем. Так, вы хотите поменять местами? Да, давайте. Магия. Все, готово? Ага. Все, теперь мы можем возвращаться. Эй, ты... Ты кто? И что ты делаешь с этой прекрасной бочкой? Эм, не твое дело. Это нехорошо с твоей стороны, понимаешь? Но я, я думаю, сегодня твой день. За 50 медиков я забуду, что видел тебя тут. Так. У меня столько нет. Плохо для тебя. Тогда все знают о твоем страшном преступлении. Удачи, она тебе пригодится. А давай еще поговорим. Дружище. Я согласен на 50 медиков. Родной. Дядь, ну ты шо? Ладно, давайте сейчас быстренько вернусь, потому что нехорошо. Вышло. Так, ну давай, короче, вот тебе денежки. Хорошо, вот деньги, но никаких фокусов, понял? Конечно, как ты мог подумать? Большое спасибо. Конечно, всегда можно подрезать его. Ну ладно, до свидания. И вообще, если что, ребят, он заскриптованный. Когда я второй раз развернулся, он из ниоткуда появился. Просто, знаете, как матери... материализировался. Вот, типа, ничего нет, а потом опа, появляется. И прям видно, как его текстурки проявляются наяву. Довольно необычно наблюдать такое. И знаете, что я думаю? Раз нам дали, короче... Сейчас я посмотрю, куда нам, в какой квартал. Нам, получается, в квартал ворота в гавань, да? Погнали. Сейчас я мысль закончу. Секунду. Ворота, ворота, ворота. Такого нету, да? А поближе что-нибудь? Например, южный квартал. Давайте в него. Так, южный квартал. Где он у нас? Чужеземцев, башня. Так, 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 так. Серьезно, я не вижу. Вот, нашел. Я забыл, что я хотел сказать. А, раз мы уже готовы выполнять трехзвездочные квесты, возможно, стоит пойти какого-нибудь бандита подрезать. Ну, типа, пока мы здесь и занимаемся этим. Собственно, почему бы и нет. Знаете ли. Мужчина, я все сделал. Я выполнил твою просьбу. Ну, замечательно. Мне не терпится услышать, что этот дурак-трактирщик скажет о медовухе из Ривервилля завтра. Вот твоя награда, 40 медиков. И, как я и обещал, бумага, согласно которой тебе принадлежит доля, в пивоварне это должно быть достаточно, чтобы от тебя никто ничего не услышал. Секундочку, у меня возникло небольшое затруднение, которое обошлось мне в 50 медиков. Вот как боюсь, это уже не моя забота, свою часть сделки я выполнил. Слушай, ты получил, что хотел. Разве это не стоит пара лишних медиков? Ладно, твоя правда, вот тебе немного сверху, но в следующий раз будь осторожнее. Тупо риторик на месте. Так, сертификат акционера. Нормально, нормально, спасибо. Было приятно иметь с вами дела. Так, а вот теперь прокачаться или попробовать так? Исследуйте, неримский. Разыскивает... Смотрите, 10 кесов за него дают. Может быть, это выполним? А давайте сначала вот это выполним, мне кажется, это попроще будет. Это нам куда идти? Башня Мирада с границей Сердцеземья. Это, в принципе, даже знаю где. Сейчас мы там будем. Вот, может мне кто-нибудь рассказать, почему я из такого красочного, красивого, светлого места прилетел в какую-то, простите за мой, английский срань? Ты кто такой? А, так мы сейчас через тот лес пойдем, который дурманит. Ну, в любом случае, давайте попробуем выжить в нем. Я надеюсь, у меня все получится. Музыка сразу, кстати, поменялась. И еще я теперь могу жесткого элементаля призывать. Сейчас мы как кого-нибудь увидим. Обязательно позовем его на помощь. Блин, ну выглядит супер-жутко, супер-зловеще, просто бррр. Так, нам прямо. Насколько мой внутренний компас мне подсказывает. Ага, ну здесь опасно находиться, как бы. Здесь лихорадка усиливается. Ну, тем не менее. Давайте амброзию сразу бахнем. Четыре бутылочки еще осталось. Не так много, как хотелось бы, но, знаете ли, и не так мало, как могло бы быть. Так что, вполне себе неплохо. И, кстати, возможно, если бы я близко вот ко всяким этим штукам магическим не подходил, то лихорадка бы не усиливалась. Что-то лагает, начало очень сильно. Так, я там волчика сподметил. Давайте его попробуем подрезать. Не попал. Так. Элементаль. Давай посмотрим, как ты будешь выглядеть. По идее, он очень жесткий должен быть. И также я еще какое-то заклинание себе нашел. Так, захват душ. Поглощение жизни хочу проверить, как будет работать. Так, а что надо делать? Ага, слушайте, а прикольная штука. Я тупо вам... Волки, вы зарезали! Так, у меня проблемы. Волчары позорные, не надо так делать, плиз. А я могу хилиться с вас? Да, смотрите, вполне неплохо. Волчик, давай раз на раз. Ну, вроде бы я тут со всеми проблемами разобрался. И тут нас ожидает какая-то очень страшная кикимера. Вообще, это вроде фалмера, насколько я могу знать. Это арп. Блин, по-моему, мне рано с ними воевать. Так, мистер элементаль. Настало ваше время, не могли бы вы призваться? Пожалуйста, очень надо. Так, давай. Что такое, сынок? Не хочешь больше со мной драться, да? Мне кажется, у тебя нет шансов. Давай-давай, нормально его. Дальним боем. Бабу, ах, иди сюда. Так, у нас слева обошли. Так, я буду сзади подрезать, по старым чертежам работаем. Ага, нормально, минус один. Ты кто такой? Рунный меч. Новые пушечки. Люблю новое оружие. И по-любому надо будет прокачаться. Сейчас прям взять и прям так уверенно прокачаться. Как он целится? Так, знаете, я совершил ошибку. Призвав элементали снизу, а не сверху. Ну, вроде мы справляем. Не, не справляемся, но меня заблокали. Заблокали. Мне очень понравилось заклинание поглощения жизни. Я, знаете, даже думаю, что рано или поздно я прокачаю себе жестко энтропию и тупо буду лечить жизнь со своих врагов. Мне, по сути, даже хилки будут не нужны. Вы представляете, насколько продумано здесь все? Так, и еще я решил, что буду всю руду собирать. Потому что сейчас мне для крафта портфеля понравилась руда, которой у меня, к сожалению, не оказалось. А вот таким образом я сейчас буду добывать немножко себе руды. Ну, давайте штучки две добудем, чтобы было просто. Нормально. А, жила истощилась. Она как бы не вечная. Ну, буду знать. Ну, опять же, если такие бандиты сложные будут, то у меня большие вопросы к тому, что смогу я тут что-нибудь сделать или нет. Так, стальные слитки. Они мне как раз-таки и нужны были. Отвращения, всякие штуки. Нормально, нормально. Сейчас мы чутка подлутаем. Навыки зачарования пригодятся. И еще я, к сожалению, не как рунная стрела. То есть это не орочи, это рунная называется. Окей. Никак не могу найти одеяние вора. Давайте возьмем. Я же буду вором потом. Забыл, что хотел сказать. Не поверите. Так, навыки ламеляра, детальки. Хорошо. Ой-ой-ой, это двуручка. Касание Салдрин. Превращая труду из тусклой. О-о-о, неплохо, неплохо. Очень хорошее место, хочу я вам сказать. Ладно, мы на квест пришли или как? Квест у нас где-то здесь. Здесь у нас кто-то еще. Здесь бандиты, простые бандиты, серьезно? Я, 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 я-и, я, я. Продолжение следует... 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 так 300 медиков и неплохо неплохо а есть еще заклинание не заклинание задание год назад группа мародеров во главе с капитаном грузиком высадилась на побережье давайте возьмемся сколько 3 в целом это довольно проходимо давайте поглядим насколько это далеко вновь убить серьезно типа он такой бессмертный это где-то далеко давайте пока сюда не пойдем давайте поглядим какие еще у нас контракты есть в принципе можно вот это вот далеко ой-ой-ой это далеко кстати ну с другой стороны почему бы и нет хотя не я не готов да хотя нет готов деньги нужны так фермерское побережье погнали где у нас телепортация я уже чуть подзабыл заодно используем наши новые навыки так башня мирада пожалуйста и опять забыл какое побережье по моему северное все таки если я не ошибаюсь а я могу так сейчас зачекаем прочекаем фермерское побережье и надо что-то делать с броней потому что вообще я такой картонный мне кажется что то не так в этой игре здарова-дарова так здрасте мне пожалуйста на фермерское побережье если никто не против вот сюда полетели не помню говорил я уже что в хорошую погоду наконец получилось полетать ну вот в любом случае я рад что получилось наконец чувствую что сюжетного квеста я так и не дождусь за эту серию ну ладно зато побочек побольше сделаем я думаю тоже интересно можно будет заодно потом пойти яйца птиц которые трех звездочные сложности поискать так ну а пока что мы идем получается направо если это то самое место о котором я думаю то сюда можно было бы зайти помните я где-то здесь ватиров убивал если это то место в общем не уверен давайте сразу глянем сейчас секунду за яйцами от таверны морозный утес это тут или не тут нет счастье не здесь окей тогда не будем ничего искать так 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 яйца убираем погнали так проверяем лук проверяем клёвый меч да все на месте а отлично ну все все спрячь нет все таки здесь давайте зайдем буквально на пару слов с хозяином перекинемся ты кто ты главный видимо нет а кто вас главный мужчина медоварня на закрытая ну не хотите и не надо знаете ли я тут вам ватиров понимаешь убиваю а вы со мной даже пообщаться не хотите что за люди пошли просто не серьезно я считаю так плюс грибок девушка что вы тут одна такая делаете о мой кто-то выглядит мрачно все в порядке ах у меня просто много выслей вот и все ну кто не знает это чувство я всегда стараюсь думать о чем-то позитивном когда это происходит например как мальфа благословили нас обильным урожаем когда дождя почти не было или красивый лес в хардлэнде ты когда-нибудь был здесь не могу сказать что да тогда вы многое упустили даже даже воспоминание никогда не перестает вызывать улыбка на моем лице очень странные диалоги просто так пришли поговорили будем считать что эта дамочка просто очень общительна ну вы знаете ладно тем не менее двигаем дальше надеюсь наши укрепленные скиллы и все я тут ну реально прям неплохо так мощно прокачался вот должен разрывать теперь всех давайте сразу вызовем так призвать явление призвали нормана он должен быть у меня с двумя мечами да я его приотдел немножечко надеюсь он будет теперь эффективнее пожирание души еще надо тоже проверить как будет работать типа я теперь могу пожирать энергию и хп-шки убитых мною врагов если это правда будет так то это мне намного упростить задачу по восстановлению здоровья после каждого боя а то вечно просядешь на пол хп ой 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 гляньте это вечная мерзлота выходит на поверхность я эколог я знаю о чем говорю так здесь что-то как-то все сомнительно так 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 ну чё ждем бандюков знаете чем-то очень сильно ведьмака напомнило ребята так где мой элементаль дядя я думаю вы там вдвоем разберетесь продягам вот это урон гляньте гляньте что творится ну-ка элементаль бахни бахни как ты умеешь красиво и теперь я врываюсь как жесткий ну дайте 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 мне ну я тоже хочу драться ребят ну пацаны ну пустите ну чё вы такие ну пожалуйста очень хочу помочь вам парню ну ясно ты не мог бы отойти элементаль элементаль ладно давайте так им поможем они разобрались окей и пройти вы мне все еще не дадите так вот один умненький мужчина неужели ну знаете в такую игру теперь можно играть и у нас снова рунные пушки вы только гляньте блин ну круто такое чувство что скоро я буду не буду знать куда мне лут девать пустые сундуки все как я люблю тоже пустой нет здесь что-то есть денежки нормально и так сойдет так разбойница дубовый лук сейчас я секунду я записывал нам необходим дубовый лук и какие-то перийские перчатки окей берем стрелы берем это все пригодится просто я хочу ой малахитовые слитки отпирания нормально я хочу второго уровня этого видения призвать потому что как вот этот неплохо бахать начал а это у меня только первого уровня я его просто приодел и дал нормальное оружие ну как собственно и сам оделся так что прокачка в этой игре все таки решает ребята работенка для вас парни давай иди сюда рос ну рос просто унизили так хочу поглотить что-то не очень поглотил а нет смотрите лол ёпп бомбанула так можно залутать да вы смотрите мне только один вопрос где я смогу найти перийские вот эти вот штуки перчатки так а можно моего скалолаза пожалуйста не убивать сынок у меня для тебя плохие новости за скалолаза и двор стреляю в упор так книжечки рунный лук у нас такой есть уже не буду брать так нужны перийские перчатки давайте попробуем поглотить сколько у меня сейчас хпшки гляньте до фула очень полезная штука тупо маст хэв осталось только разобраться где я смогу искать себе как же эта штука называлась дайте вспомнить ох как же сложно так сюда мы пока не пойдем хотя это здание выглядит очень привлекательным осталось найти только где мне здание стражи рунные камни не рунные камни а камни души покупать вот и так же надо будет захватывать у меня несколько мелких есть стражевая башня погнали а так мужчина прям там живет или что за квест я забыл найти макса а ясно я погнался за десятью кесами и походу сейчас ничего не найду ну ладно давайте разбираться куда этот мужчина убежал так тут у нас ничего ничего письмо давайте шкатулку глянем сапфир и медики так письмо дорогой друг я видел как ты искал меня в амбаре неподалеку от арка я знаю что мое убежище в эндерале раскрыто и поэтому я уехал в киру это баденбург преследует меня с тех пор как я отказался с ней спать моя смерть ее не обманула пытаться повернуть тот же трюк еще раз кажется мне бессмысленным в качестве компенсации за труды я оставляю тебе эту шкатулку оставь поиски ты меня не найдешь быть может мы еще встретимся в то во время одного из твоих новых приключений макс максон ты чего все что ли квест закончился ну знаете немножко обидно за тебя обещали 10 тысяч ты мне оставляешь типа в утешение 160 медиков ты нормальный понятное дело что я так просто это не оставлю буду искать тебя и дальше и дальше так а где мое видение куда оно делось очень странный мужчина он то уходит со мной то не ходит непонятно зачем он это делает так ну и раз уж мы здесь то я просто не могу не зайти вот сюда еще хотелось бы какой-нибудь шлем найти чтобы он защищал нормально потому что эта тряпка на голове не внушает доверия так здесь у нас какой-то женщина из клетки ой ой тут еще у нее друзья так мне нужно позвать элементаля а кто мне так надомажил алё что за маги нормально нормально ну знаете спустя очень много попыток у меня все таки удалось ворваться и зарезать их тут всех нафиг потому что эта магичка так мешала вы себе не представляете просто за секунду она убивала у меня спасло то что я прям как жесткий влетел и не оставил ей шанса тупо зарезал так красотка ты кто такая голландная маг и она просто в мантии вы можете представить себе это мне кажется здесь что-то с балансом немного не то потому что как-то да как-то не должно такого быть тут у нас всякие шведские столы мародеры рунные мечи ну такое у меня уже есть что набирать по десять раз одно и то же правильно думаю правильно здесь у нас какая-то скаракская терраса возьмем сундук что в нем детальки такое си в этих сундуках массивный и сундук я такое не умею открывать но у меня есть то что умеет открывать здесь вот так как-то примерно вот сюда вот так армана ой 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 зелень и видимость рецепт когти стальной кинжал не буду щит ой 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 звездника красиво призвать лук неинтересно хаус нова 2 берем берем окей так эксперт у меня есть для эксперта отлично как раз купил недавно проверяем мистер сундук ты должен был открыться знаете это вообще не стоило того от слова супер совсем ничего не хочу сказать но это так ладно вау прям на полете завес бывает же так что мы сделали какой квест это мы выполнили вновь убить капитана грузика я пока не готов это мы еще не дождались это не готовый величайший охотник ммм а где вторая кладка у нас находится можно посмотреть просто ради интереса я подзабыл так вот нам нужно куда нужно морозный утес может быть слетаем этот квест выполним не знаю или закончим серию давайте наверное на этом закончим серию а в следующий мы уже отправимся начнем вот с этого квеста по яйцам а потом когда у нас все загрузится прогрузится подойдет время мы пойдем по основному сюжету да мне кажется это вполне себе годный план ну сейчас мы пол часика подождем загрузочки я смог дождаться вы не поверите вот ну наверное тогда всем большое спасибо за просмотр всем всего хорошего удачи с вами был хилхерц ммм твою